Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариес, я таролог и психолог. В первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас очень интересный, расклад, истинные чувства мужчины к вам. И сейчас, для начала, вам нужно будет выбрать своего мужчину. Я кратко расскажу характеристики каждого короля, для того, чтобы вы могли выбрать. Это король мечей, стихия воздуха, знаки зодиака, близнецы, весы. Мужчина, у которого скорее темные волосы и темные глаза. Мужчина сдержанный, холодноватый внешне, при этом прямолинейный. Конечно, у него есть и чувства, склонен к ревности, кстати, поэтому, да, чувства есть, но чаще всего чувства, ревность, да, как-то вот близко. И склонен к некоторым конфликтам. Вот такой мужчина. Так что смотрите, насколько он нам напоминает именно вашего мужчину. Дальше. Второй король, это король жезлов. Это мужчина, у которого рыжие или белокурые волосы чаще девочки. Ну, не обязательно, да, если цвет волос вашего мужчины не совпадает, это не обязательно. Вы должны прямо почувствовать, да, какому королю больше соответствует ваш мужчина. Это такой яркий, эгоцентричный мужчина. Мужчина-лидер. Мужчина, который привык добиваться своих целей. Мужчина постоянно куда-то стремится, энергичный, активный, зачастую жизнерадостный. Вот такой мужчина. Дальше. Король Пентакли. Это, конечно, мужчина обеспеченный, мужчина практичный, надежный. Ой, девочки, не сказала, да? Это стихия огня. Король жезлов, это стихия огня, знаки зодиака, овен, лев, стрелец. Дальше. Король Пентакли. Это стихия земли, знаки зодиака, телец, дева, козерог. Мужчина сдержанный. Мужчина, который умеет контролировать свои чувства и эмоции. Но также с успехом умеет их проявлять, естественно. Очень практичный, продуманный. То есть продумывает буквально каждый шаг, стратег. Никогда не делает необдуманных поступков, не бежит никуда, сломя голову. Но тоже с успехом добивается поставленных целей, но медленно и планомерно. Дальше. Король Кубков. Девочки, опять забыла. Это мужчина, у которого черные волосы, темные глаза. Король Пентакли. Дальше. Король Кубков. Стихия воды. Знаки зодиака. Рыбы, рак, скорпион. Мужчина очень чувственный. Светлый, светлый шатен с голубыми или зелеными глазами. Мужчина такой добрый, веселый, который любит заботиться, любит что-то делать для других. Умеет и любит проявлять свои чувства и эмоции. Они у него на первом плане. Вот такой мужчина. Так что выбирайте своего мужчину, собственно. И начнем. Расклад будет достаточно большой. Поэтому я сейчас оставлю только одного мужчину. Королей и девочки я выкладывала так, как они шли по колоде. То есть именно в таком порядке. И начинаем мы с вами с короля мечей. Посмотрим истинные чувства вашего мужчины к вам. Расклад я буду делать на колоде Таро Иллюминатов. Вот такая прекрасная колода Таро Иллюминатов. А королей я выложила из колоды Таро Аркану. Эти колоди очень красивые короли. Поэтому я выложила именно с колоды Таро Аркану. Так, посмотрим. Такие же чувства. Истинные у вашего мужчины. Мы все-все чувства посмотрим. И внутренние, и внешние, и верхние, и нижние. Все. Итак, верхние чувства мужчины. Это зачастую те чувства, которые у него на поверхности. И которые он, скорее всего, вам демонстрирует. Принц мечей – это ревность и некоторая конфликтность. Может быть, даже обида какая-то. Может быть, небольшая ссора у вас была или какой-то конфликт. А может быть, мужчина просто ревнует, а вам показывает какую-то обиду. Бывает такое, что мужчина буквально на пустом месте просто ревнует или на пустом месте обижается. Если он обиделся или какая-то небольшая ссора на пустом месте возникла, то имейте в виду, что это ревность. Какие чувства у этого мужчины к вам в душе? Ну, некоторая неполноценность отношений. Здесь, девочки, смотрите. То есть, я бы хотела сказать, что в душе он беспокоится. Беспокоится о какой-то неполноценности. Либо, может быть, между вами разница в возрасте, разница в материальном или социальном положении. И еще, когда расстояние между мужчиной и женщиной тоже неполноценность отношений. И мужчина вот в душе из-за этого переживает. Но на самом деле все поправимо. Зря он переживает. Собственно, и ревность с этим связана. Дальше. Какие чувства у него в сердце в отношении вас? Девятка жезлов говорит о том, что в сердце мужчина готов, собственно, за вас бороться. Но находится еще в некоторых раздумьях, я бы сказала. То есть, он так задумался. О дальнейшем или о чувствах. Ну, сердцем думать невозможно. Но дело в том, что чувства у него такие сомнительные, скажем, в сердце. То есть, сомнений у него много. Также еще по девятке жезлов, девочки, это еще недоверие, осторожность со стороны мужчины. Вот то, что у него в сердце, это недоверие, осторожность, подозрительность и какие-то преграды. Вот я сказала, что неполноценность отношений либо это расстояние, либо может быть возраст, либо социальное и материальное положение. А может быть, ну, как бы и другие преграды могут быть. Может быть, в чем-то другом неполноценности отношений. Может быть, потому что у вас ссора или конфликт произошли. Может быть, потому что, ну, бывают такие моменты, когда мужчина не может вас представить, скажем, своим родным и близким, да, или своим друзьям. Тоже бывают такие моменты, ну, по каким-то причинам. Или, скажем, его семья против, или ваша семья против. Такое тоже вполне возможно. Может быть, вы мужчину пока не готовы представить своим родным и близким. Может быть, в этом. Но еще есть ревность, недоверие в отношении вас, осторожность и даже подозрительность. Но вообще мужчины воздушных знаков, конечно, они склонны и к ревности, и к подозрительности, и к осторожности. Поэтому вот такие чувства у него в сердце. Дальше. Подсознание. Какие чувства у него положились? Посмотрим. Переживания, кстати, очень сильные. Переживания, может быть, из-за вашего конфликта, либо из-за вашего какого-то расставания, если у вас роман на расстоянии, ну, из-за самого расстояния, возможно. Вот. А может быть еще, может быть, переживает из-за того, что подозревает соперника, да. В этом может быть и неполноценность отношений. Ну, скажем, если вы загадали мужчину, который вам нравится, да, то вполне возможно, он подозревает, что есть соперник, да, и очень переживает. То есть, в подсознании отложились именно переживания. Дальше. Сексуальное притяжение мужчины. Посмотрим. Ой, тут у него чувства на высоте, девочки. Вот. С одной стороны, опять-таки, он подозревает соперника, да. Вот. А с другой стороны, я хочу сказать о королю кубков, что мужчина, что касается сексуального притяжения, испытывает к вам такое сильное чувственное притяжение именно в сексуальном плане. Дальше. Интеллектуальное притяжение. Посмотрим. Да, кстати, тоже ему очень понравилось, ему очень нравится с вами общаться, быть с вами вместе, встречаться с вами, проводить с вами время. Я сейчас расскажу, девочки, по разным форматам отношений еще. В принципе, все карты, я думаю, стоит рассказать по разным форматам все-таки. Вот. Ну, посмотрим прочность чувств мужчины в отношении вас. Ну, по пятерке кубков, в принципе, почему-то, опять-таки, вынужденное расставание показывают карты, да. Вот. Поэтому. Но чувства есть. Чувства есть однозначно. А вот по поводу прочности, не могу сказать, что они очень прочные. Ну, собственно, вот видите, три кубка прокинуты, да. То есть, сейчас смотрим на пятерку кубков. Вот. И, то есть, получается, что расстояние, которое между вами, расстояние, или вот неполноценность отношений, или какое-то препятствие, да, вот из-за этого как-то у него переживания, и, естественно, чувства уходят немного, то есть они опускаются ниже на поверхности, получается. Ну, здесь больше переживаний у мужчины, на самом деле, чем чувства. Единственное, что вот интеллектуальное притяжение сильное, да, и сексуальное притяжение сильное. Но это тоже очень много, на самом деле. Сила чувств мужчины в отношении вас. Шестерка Пентаклей. Я хочу сказать, что, да, чувства достаточно сильные у него. Но при этом сомнений много. Опять-таки, вот по пятерке Пентаклей тоже еще и сомнения. То есть, я бы сказала, что у него много еще сомнений. Сомнений, переживаний. Ну, давайте по разным форматам отношений я тебе расскажу. Итак, если вы загадали мужчину, который вам нравится, он подозревает, что у вас кто-то есть. Либо есть другой мужчина, либо есть муж. Ну, в общем, соперника и ревнует, естественно, да. Хотя бы, собственно, с ним еще не в отношениях. Вот. В душе неполноценность отношений. В сердце, как я говорила, подозрительность, неопределенность, да, раздумья. То есть, он не знает. В подсознании отложились переживания. Вот. Хотя сейчас прям таких, но все равно, все равно переживания есть и сейчас. Но в подсознании, почему-то, очень сильные переживания. Сексуальное притяжение сильное. Интеллектуальное притяжение сильное. Прочность чувств. Переживает он из-за того, что нет между вами отношений. Вот. И думает, может быть, уже и не будет отношений, да. То есть, ну, вот из-за недоверия, неопределенности, он думает, что, может быть, и не будет между вами отношений. И, может быть, ему стоит куда-то еще обратить свое внимание, да. Но пока переживает. Вот. Ну, и сила чувств, да, по шестерке Пентакли чувства очень сильные. Хотелось бы ему отношений, конечно. Очень бы хотелось. Именно переход отношений уже прям сразу на какой-то более даже серьезный уровень. Какая-то взаимоподдержка, взаимоопора, общение. Вот. Ну, то, что интеллектуально вы ему нравитесь, да, то есть ему с вами интересно. И сексуально вы его притягиваете, это уже очень много. Единственное, что именно вот любовь, да, еще пока у него не зародилась. Я не могу сказать о глубине чувств. То есть, они больше все-таки на поверхности. А в глубине у него, получается, одни страдания и ревность. Вот как-то так. Дальше. Если у вас роман на расстоянии, то здесь неполноценность отношений у вас заключается в том, что вы на расстоянии. Ревнует он, переживает. Хочет с вами очень встречи, ему с вами интересно. Сексуально тоже вы его притягиваете. Но переживает из-за расстояния между вами. И чувства опускаются вниз, потому что сверху у него только сплошные переживания. Да, могут пройти под давлением переживаний. Чувства, конечно, могут пройти. Могут... Ну, очень часто, честно говоря, многие люди, и мужчины, и женщины путают переживания с любовью. Переживания, ревность это одно, а любовь это другое. Любовь не причиняет никаких страданий абсолютно. Потому что это просто другое чувство. Ну, и здесь я тоже вижу, что мужчина, скорее всего, путает любовь с переживаниями. Но, тем не менее, чувства сильные. И хотелось бы у мужчины с вами именно с серьезных отношений. Дальше. Для тех, у кого 40 конфликтов, расставания, разрыв или развод. Смотрите. Ревнует, злится. Неполноценность отношений заключается в том, что у вас как раз-таки конфликт. Расставание, разрыв или развод. Недоверие, подозрение. Да, скорее всего, следит за вами в социальных сетях, в WhatsApp. Потому что подозрение мужчины в том, что есть соперник. Об этом говорит и рыцарь мечей, и король кубков. Причем он ни одного мужчину подозревает. То есть у него такой абстрактный образ. Он вас ревнует априори просто. Вот. В подсознании отложились очень сильные переживания, видимо, из-за конфликта. Сексуально очень сильно вы его притягиваете. Очень хочется ему встречи с вами. Интеллектуально тоже вы ему притягиваете. Ему очень нравится с вами общаться. Переживает, естественно, из-за разрыва или развода между вами. Но чувства сильные по шестерке Пентакли. И желание примирения, конечно, у мужчины есть. Но на первом плане именно переживания. Дальше. Для тех, кто в паре. Тоже имейте в виду, что мужчина вас подозревает. Подозревает соперника. Ревнует. Переживает очень сильно из-за этого. Подозрительность. Но при этом, конечно, нравится ему с вами встречаться. То есть, именно встречи. И даже я бы сказала для тех, кто в паре. Мужчина хочет большего. Он уже хотел бы определиться. И именно чувства у него такие к вам серьезные. Ему бы хотелось заботиться о вас. Но переживает. Переживает из-за того, что вдруг вы его бросите. Поэтому здесь по поводу прочности. Самые прочные чувства, которые у него есть сейчас, это переживания. И сила чувств. Да, чувства достаточно сильные. Но я же говорю, мужчине хотелось бы уже более серьезных отношений. То есть, перейти на какой-то новый уровень отношений. Но у него почему-то нет уверенности. Вот. И переживает он. Так что, задумайтесь. Может быть, стоит все-таки мужчине хотя бы какую-то уверенность дать. Конечно, хорошо, когда мужчина подозревает и ревнует. Да, но при этом, когда уж прям совсем полностью у него все чувства охвачены переживаниями. Переживания у него и в душе, и в сердце, и в подсознании. То это, конечно, не очень хорошо. Просто вот этот мужчина, он вряд ли будет действовать дальше. Ему будет очень тяжело. Да, любому мужчине будет тяжело, собственно. Я имею в виду, вряд ли он вам предложит руку и сердце, если будет все время подозревать. Все-таки какую-то уверенность мужчине все равно нужно давать. Да, нужно сохранять интригу. Но не так, чтобы у него прям полностью переживаниями все было охвачено. То есть, не переигрывайте, да, не перегибайте палку. Вот что мне хочется сказать. Ну и для тех, кто в браке, тоже, смотрите, мужчина подозревает, да, что у вас есть кто-то, что есть какой-то поклонник или любовник, конкретно кого-то подозревает. Вот, и переживает, конечно, очень сильно. Вот, но, тем не менее, чувства его достаточно сильные. Вот, единственное, что ему хотелось бы очень более крепких и более стабильных отношений с вами. Все-таки, я так думаю, что вы дали ему повод для того, чтобы он вас подозревал. Так что, имейте в виду, что ваш мужчина очень сильно и подозревает, и переживает из-за этого. Конечно, никакого расставания и развода ему не хочется абсолютно. Вот такие истинные чувства мужчины в отношении вас у короля мечей. Самое главное, что у него в чувствах, это очень сильные переживания, во-первых. Ну, и также сильное сексуальное притяжение и интеллектуальное. Ну, и переходим теперь к следующему королю. Девочки. И следующий король у нас, это король жезлов. Посмотрим, какие же у короля жезлов в отношении вас чувства истинные. Какие же у него истинные чувства в отношении вас? Для всех, кто загадал короля жезлов. Итак, посмотрим сначала верхние чувства. Дальше в душе. Дальше в душе. В сердце. Подсознание. Сексуальное притяжение к вам. Интеллектуальное притяжение. Прочность чувств мужчины. И сила его чувств. Ну, вот так. Теперь о рассказах у девочки. Девочки, сразу буду рассказывать по разным форматам отношений. Так, по колесу фортуны. Верхние чувства. Верхние чувства, которые он испытывает, да, и, скорее всего, вам демонстрирует. Это внезапно вспыхнувшие сильные эмоции. И, скорее всего, ну, для некоторых еще может быть резкая перемена чувств. Например, резко, резкий переход от симпатии к отвращению, да, или к каким-то холодным чувствам. Или, наоборот, был холоден, вдруг резкая страстная вспышка, да. Ну, вот по колесу фортуны в разных форматах. То есть, если вам мужчина нравится, то, скорее всего, вспышка как раз-таки каких-то нежных чувств на поверхности. Если у вас роман на расстоянии, здесь может быть по-разному, в зависимости от того, какие у вас отношения. Может быть вспышка, либо, наоборот, вдруг холоден мужчина стал, да, то есть, то были чувства, то вдруг стал холоден или сдержан, да, в чувствах. Либо, наоборот, был сдержан, холоден, и вдруг резко начал проявлять чувства. Это вот для всех остальных форматов отношений. Дальше. Какие чувства у него в душе по двойке мечей? Это сомнения, страх перед будущим, нежелание брать на себя ответственность, страх перед ответственностью, честно говоря. Желание усидеть на двух стульях одновременно. Почему? Ну, потому что я вижу, либо мужчина женат, либо здесь королева мечей, да, это может быть бывшая жена. И вполне возможно, что он общается с бывшей женой. Вот. Ну, это если мужчина был женат, да. В любом случае, я вижу соперницу, девочки. Хотя я вам всегда говорю, соперницу не выдумывайте. И я здесь, мы только чувства рассматриваем, да. Не говорю о том, что... То есть, имейте в виду, что я здесь не говорю о том, что у мужчины какие-то есть отношения с другой женщиной. Вообще сейчас речи не об этом. Вот. Но, тем не менее, имейте в виду, что какая-то соперница у него, причем она в сердце у него. Вот. И это какая-то женщина из прошлого, либо бывшая жена, либо жена существующая, если она у него есть, может быть, гражданская жена. Вот. Либо какая-то, скажем, девушка из прошлого. Ну, вполне возможно, по этим картам, девочки, то есть не обязательно прям соперница, да, которая вот рядом с ним, скажем, находится. Это, может быть, мужчина просто вас по этим картам, вот двойка мечей и королева мечей, вполне возможно, что мужчина вас сравнивает с какой-то женщиной, которая была ему дорога, скажем. То есть вот такой момент есть. Именно сравнение. Дальше. В сердце. И причем, девочки, я хочу сказать, что вот это сравнение, да, вот эта соперница, которая у него в сердце, это для всех форматов отношений. И для тех, кто в браке тоже. Вполне возможно, что он кого-то просто вспоминает из прошлого. Вот. Какая-то женщина из прошлого, которую он вспоминает. Вот. И как-то вот сравнивает. И, ну, я вам что тут хочу. Ваша позиция выигрышная в данном случае. Потому что вот раз эта женщина идет, ну, то есть другая женщина, получается, идет королевой мечей, значит, все-таки, хотя она у него и в сердце, да. Ну, возможно, боль какая-то осталась. Поэтому он не хочет брать на себя ответственность. То есть еще раз говорю, девочки, не выдумывайте себе соперниц, да. Это у него в сердце какая-то женщина. Вполне возможно, что просто болезненные ощущения остались. Был какой-то в прошлом разрыв или развод. Ну, или просто, скажем, да, если он любил какую-то женщину, она холодно к нему относилась. То есть не было отношений, да, и вот она осталась у него в сердце, осталось какое-то холодное отношение вот этой женщины. Тоже вполне возможно. Потому что мы здесь сейчас не рассматриваем с вами реальные события. Мы рассматриваем чувства мужчины. Поэтому не путайте. Да, в сердце у него какая-то женщина есть. Но это не значит, что это реальная соперница. Вот. Дальше. По королеве мечей. Какие к вам чувства? Во-первых, интеллектуальный интерес у мужчины к вам очень сильный. А также, смотрите, осторожность, отстраненность и страх близости. То есть, с одной стороны он сравнивает, с другой стороны, вполне возможно, вот здесь колесо фортуны вам говорилось, что либо в одну сторону, либо в другую. Но вот здесь в сторону холодности все-таки, наверное, да. У большинства из вас мужчина стал холоден. То есть были чувства, проявлял чувства, потому что мужчина-то огненный, страстный. Но, видимо, сменились его чувства именно в сторону холодности из-за недоверия к вам. Ну, и из-за того, что он вас сравнивает с какой-то женщиной, либо выбирает между двух женщин. Такое тоже возможно. Но здесь, девочки, я вам не могу точно сказать, потому что вы все разные, у вас у всех будет разная ситуация. Поэтому я даже не буду уточнять, у кого какая. Естественно, что на личной консультации я выясняю в реальности. То есть я потом в реальности выкладываю, вижу, есть ли там женщина или нет. Здесь сейчас мы говорим только о чувствах. Вот у него в сердце другая женщина есть, с которой он вас сравнивает. Но еще раз говорю, как бы там ни было, все равно вы в более выигрышной позиции. Единственное, что у него в отношении вас есть, видимо, и вот из-за болезненных прошлых отношений, да, вот из-за этой женщины, которая у него в сердце, он подозрителен и осторожен, он вам не доверяет. И поэтому не готов пока брать на себя ответственность и посмотреть у него в подсознании полная закрытость, закрытость в чувствах. То есть он поэтому закрылся. Но подозревает он соперника или поклонника. Вот. Потому что здесь дальше идет принц кубков. Поэтому, ну, кого-то он увидел или заподозрил в отношении вас. И именно с этим связано то, что он вдруг закрылся и стал более сдержанным или холодным. Так что этот момент обязательно учитывайте, да. То есть здесь не столько даже, ну, если у мужчины есть жена, то понятно, да, или бывшая жена. Но, опять-таки, здесь не отношение у него в сердце с этой женщиной, не любовь к этой женщине. А именно какие-то болезненные чувства у него отложились в сердце. И, естественно, раз он начал подозревать соперника, что у вас кто-то, ну, как бы поклонник есть, да, может быть, кто-то во внимании. Ну, в общем, ревность, по большому счету, мечи, это все равно ревность. Стал кого-то подозревать, поэтому у него и всплыли вот эти болезненные чувства в сердце. Вот. И он боится, что вы тоже с ним так же поступите, как какая-то прошлая женщина. Вот. Ну, дальше. Сексуальное притяжение в отношении вас есть, и оно очень сильное. Это нежность, это чувственность, то есть очень сильное сексуальное притяжение в отношении вас. То есть желание у него есть. Несмотря на все переживания, сомнения, тем не менее сексуально, то есть можете даже на этом сыграть сейчас. Потому что на что-то другое его вывести очень сложно, а именно в сексуальном плане. Дальше. Смотрим. Интеллектуальное притяжение по королеве Пентаклей. Естественно, интеллектуальное притяжение, честно вам скажу, у него тоже есть в отношении вас. И здесь как раз таки вот интеллектуально, то есть умом он понимает, что вы надежная, серьезная, что вам можно доверять. Что вы можете создать тепло, уют. То есть вы очень ответственная и надежная. Умом-то он это понимает, но тем не менее, вот эти эмоции. Дело в том, что мужчина сам по себе огненный, естественно, он очень эмоциональный. У него эмоции всегда на первом плане. То есть идут сначала эмоции, а потом уже разум. Но вот чаще всего мужчины вот эти огненные, они сначала делают, потом думают. То есть умом он понимает, что вы и надежная, и ответственная, и серьезная. Но тем не менее, все равно подозревает. Дальше посмотрим прочность его чувств. Чувства очень сильные, девочки, но это переживания. Это очень сильные переживания. И потом независимо от того, какой у вас формат отношений. То есть есть ли у вас отношения или нет отношений. Все, что я рассказываю, все именно для разных, ну, для всех форматов отношений однозначно подходит. Ну и сила его чувств по восьмерке Пентакли. Да, чувства сильные, конечно, по восьмерке Пентакли. Это однозначно. Вот, ну, есть, скажем, желание строить с вами именно серьезные отношения. Вот и по королеве Пентакли, и по восьмерке Пентакли. Да, то есть хотелось бы ему именно серьезных отношений с вами. Для тех, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв или развод. Примирение, конечно, восстановление отношений. Для тех, у кого роман на расстоянии. Мужчине хотелось бы, чтобы вы к нему переехали, получается. Вот, хотя, ну, как он, смотрите, вот тут, ну, событий на плане, я вижу, что он готов приехать к вам навстречу. Но, чтобы потом вы переехали к нему. Дальше. Для тех, кто в паре, хочет более серьезных отношений, создания, семьи и брака. Но боится, боится взять на себя ответственность. Не готов взять на себя ответственность. Но умом, еще раз говорю, умом понимает, что вы можете взять ответственность на себя. То есть, в принципе, по большому счету, ему делать ничего будет не нужно. Но пока эмоции и вот эта вот боль в сердце не дают ему возможности сделать шаг именно к более серьезным отношениям. То есть, сделать вам предложение руки и сердца. Так что, задумайтесь, да, над этим. Ну, тут вы, то есть, что сделать? Единственное, я же говорю, на, именно на сексуальном отношении сейчас можете сыграть. Для того, как бы, ну, сделать вид, что вы перевели отношения в более легкие. Вот как-то ни на чем не зацикливаться, да. И тогда у него страхи немножко уйдут. И вы тогда вернетесь к этой теме. Ну, и для тех, кто в браке. Что я тут хочу сказать? Ну, мужчина боится, что вы его бросите. А он, честно говоря, без вас, ну, жизни просто не представляет. Переживает, конечно, очень сильно. Но надеется все-таки на вашу серьезность и на прочность вашего брака. Но, тем не менее, ревнует и подозревает соперника. Ну, вот как-то так. Так что, смотрите, девочки, здесь у короля жезлов истинные чувства. Это, в первую очередь, страхи его собственные. Да, охлаждение и чувства из-за этого. Даже не охлаждение, а сдержанность. Охлаждение, он просто вам демонстрирует. Сдержанность из-за страхов. Потому что одолевают его собственные страхи. Но, кроме этого, есть сильное сексуальное притяжение и интеллектуальное притяжение. Тоже очень сильно. Он очень ценит вас в интеллектуальном смысле. И здесь у него полное доверие в отношении вас. А вот именно в личных взаимоотношениях есть подозрения. Но, еще раз говорю, эти подозрения связаны не именно с вами, а с его каким-то прошлым болезненным опытом. В принципе, можно. Только единственное, что сделайте ваши отношения немножко легче. Для того, чтобы у мужчины эти страхи прошли. И вполне можно с этим мужчиной строить серьезные отношения. Чувства у него достаточно сильные. Но очень много страхов и переживаний просто. Так что, такой замечательный у нас король жезлов. И переходим теперь к следующему королю, девочки. Следующий король у нас с вами. Король Пентаклий. Итак, смотрим, девочки. Верхние чувства мужчины для начала. Вашего короля Пентаклий. Итак, его верхние чувства. Какие чувства в душе? В сердце? В подсознании? Да. Ну, это в стиле короля Пентаклий. То есть, он сдержанный, естественно. То есть, все свои чувства истинные хранит в душе, в сердце и в подсознании. Ну, смотрите, внешне он, скорее всего, либо холоден, либо закрыт в отношении вас. Это то, что он вам демонстрирует. Это верхние чувства. Дальше. В душе у него удовольствие и чувства через край. То есть, я хочу сказать, мужчина вас любит. В сердце также любовь истинная, сильная, крепкая. И желание создать с вами семью и брак. Вот. И что у него в подсознании? Ревность. То есть, все как положено. Мужчина действительно искренне очень сильно вас любит. Еще один момент, который я здесь вижу, девочки. Может быть, вы замужем. То есть, часть из вас, да, муж, те, кто смотрят данное видео, некоторые из вас, возможно, замужем. Именно поэтому у мужчины такие чувства. Ну, я имею в виду старший аркан солнца, да, и ревность. Но он, тем не менее, все равно хотел бы с вами. То есть, мужчина настроен серьезно. Вообще, пентакливые мужчины, они от природы серьезные, да. То есть, именно какие-то легкие отношения им не свойственны. Но при этом, смотрите, они очень надежны. Вот. Поэтому, зачастую, брак с таким мужчиной, это, ну, долгосрочный, долгосрочный брак. То есть, действительно, эти мужчины, они не способны на какие-то легкие отношения. Чаще всего они стремятся именно к каким-то прочным и долгосрочным отношениям. Дальше. Посмотрим сексуальное притяжение мужчины к вам. Ну, посмотрите. По принцессе Жезлов. Во-первых, у него очень сильное сексуальное притяжение к вам. А во-вторых, я думаю, что вы проявляете страсть, и ему это очень нравится. Дальше. Интеллектуальное притяжение мужчины к вам. Ну, в интеллектуальном смысле я не могу сказать, что у него сильное притяжение. Но ему просто нравится находиться даже рядом с вами. То есть, вы вызываете у него просто гамму приятных чувств. Это нежность, это доверие, это мягкость, это страстность с вашей стороны. Да, то есть, ну, много чувств, которые вы у него вызываете, когда он находится рядом с вами. Но при этом я не могу сказать, что ему очень интересно, скажем, с вами общаться, разговаривать или еще что-то. В этом смысле не могу сказать. Но, тем не менее, все-таки мужчина действительно вас любит. И эти карты тоже говорят о том, что мужчина вас любит. Дальше. Прочность чувств мужчины. Ну, естественно. И эрофант. Конечно, по эрофанту чувства очень прочные, долгосрочные. И, конечно, мужчина стремится к браку с вами. Дальше. Сила его чувств. Посмотрим, насколько его чувства сильные. Чувства сильные. Ну, вот для тех, то есть, яка, я вижу здесь позицию, если вы замужем, то ему бы очень хотелось, конечно, убрать все препятствия. И создать с вами не просто семью, а именно законный брак. Смотрите, девочки, даже если вы загадали мужчину, который вам нравится, то также он хочет именно убрать все препятствия и хочет именно законный брак с вами в будущем. Если Роман на расстоянии, все то же самое. Но здесь я так понимаю, что и он готов к вам приехать на встречу. И хотел бы, чтобы вы к нему приехали. Вот. Ну, и в долгосрочной перспективе брак, брак по эрофанту однозначно. И для тех, кто в паре, тоже брак. Для тех, кто уже в браке, да, он считает ваш союз стабильным, долгосрочным. Единственное, что хотел бы прояснить отношения, потому что есть у него подозрения о том, что у вас есть какой-то поклонник. Вот. Но еще для тех, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв или развод, мужчина хочет не только примирения, а также полного восстановления ваших отношений. Ну, и для тех, кто еще, то есть до разрыва, если вы еще не были в браке с этим мужчиной, то, естественно, хотел бы примирения и перехода отношений на более серьезный уровень. Ну, то есть, именно, чтобы вы пришли к заключению законного брака. То есть, семью и брак хочет мужчина. Именно с вами он видит свое счастливое будущее. Поэтому здесь истинные чувства мужчины к вам – это истинная, глубокая, сильная любовь, очень сильное притяжение. Причем притяжение по иерофанту кармическое. Оно бывает как одностороннее, так и двустороннее. Что значит кармическое притяжение? Это вы знаете, да, что наши души с вами живут вечно. И если вы в прошлом воплощении, в одном из прошлых воплощений с мужчиной были близкими, родственниками, то в этой жизни, естественно, ваши души притягиваются. Видите, у него в душе девятка кубков, которая говорит о том, что как только он попадает в поле вашего зрения, то есть где-то рядом с вами находится, у него просто гамма чувств приятных. Это душевное притяжение, во-первых, очень сильное, да, и кармическое притяжение, оно же душевное, да. То есть очень сильно мужчина на самом деле к вам привязан, и у него действительно серьезные намерения и чувства, истинные чувства. Да, он их скрывает, но они сильные и серьезные. Поэтому, что я вам тут хочу сказать, не скрывайте своих чувств, проявляйте чувства в отношении мужчины, для того, чтобы в ближайшем будущем вы с ним пришли либо к браку, либо к восстановлению отношений, если у вас ссора, взрыв, расставание, конфликт или развод. Вот, в общем, позиция замечательная, король Пентакли действительно такой любящий. Ну, еще раз говорю, дело в том, что Пентакли вы и короли действительно, они очень и очень надежные. То есть это действительно такой надежный мужчина. Другой момент, конечно, если вы в браке за другим мужчиной, да, вот, то здесь, конечно, достаточно сложно, может быть, и не стоит выбирать, да, но я так думаю, что рано или поздно, учитывая все карты, вы все равно придете к браку с этим Пентаклиевым королем, даже если вы сейчас, на данный момент, замужем за другим мужчиной. Ну, а, в принципе, если вас устраивает абсолютно ваш муж, то решать здесь абсолютно вам, да, вы можете и с мужем остаться. Но имейте в виду, что вот эта сильная любовь, которая в душе, в сердце у этого короля, она продлится все равно долгие годы. Не могу сказать, что он никуда не денется, но дело в том, что даже если он женится, то есть если даже вы решите остаться с мужем, сохранить семью, даже если этот Пентаклиевый король, которого вы загадали, он женится, он все равно будет любить вас. Но тогда уже будет проблематичнее, да, то есть пройдет, скажем, 5-10 лет, да, будет, конечно, проблематичнее, если вы будете замужем, он будет женат. Ну, так бывает просто в жизни, потом женщина разводится, да, а мужчина женат. А учитывая надежность, ответственность короля Пентакли, конечно, он не из-за того, что вы развелись, он не уйдет от жены, даже если он любит вас. Поэтому думайте, решайте, я же говорю, жизнь ваша, и как вы поступите, зависит только от вас. Чего вы так хотите? Хотите ли вы с этим королем Пентакли семью и брак? Вот в чем вопрос, собственно говоря. Мужчина надежный и не могу сказать, что искренний, потому что он свои чувства сдерживает, да, демонстрирует вам именно, ну, некоторую сдержанность, не то чтобы холодность, сдержанность, да, но это потому, что вы не проявляете свои чувства в отношении него. Если вы будете более ярко свои чувства проявлять в отношении него, то и он тоже, конечно, свои чувства раскроет, потому что король Пентакли умеет любить, умеет не только испытывать эти все чувства, но умеет проявлять и чувства, и эмоции. Но это все тоже он делает продуманно, то есть у него не бывает это спонтанно, естественно. Так что принимайте такую сильную, надежную любовь короля Пентакли. А я перехожу, девочки, к следующей позиции. И у нас осталась последняя позиция. И последний король – это король кубков. Это чувственный мужчина, конечно же. Посмотрим. Что же король кубков испытывает в отношении вас, для тех, у кого такой мужчина, чувственный, да? Посмотрим. Итак, верхние чувства короля кубков, то есть те, которые он нам демонстрирует. Демонстрирует он вам любовь и намерение на создание семьи. Чувства в душе какие у него, посмотрим. Подозревает соперника, ревнует очень сильно. А в сердце какие у него чувства? По принцессе жезлов в сердце, ну, во-первых, чувствует он себя несколько неуверенно в отношении вас. Ему не хватает проявления ваших чувств. И он как-то чувствует себя действительно неуверенно. С одной стороны, он проявляет свои чувства в отношении вас, да? А с вашей стороны не видит. То есть ему кажется, что вы его не настолько сильно любите. Какие чувства у него в подсознании в отношении вас отложились? Ну, также вот действительно не хватает ему нежности, любви, ласки с вашей стороны. Ну, а для тех, кто загадал мужчину, который вам нравится, чего ему здесь не хватает? Проявление симпатии, хотя бы заинтересованности в нем. Посмотрим сексуальное притяжение мужчины к вам. Ну, вот как-то вы прям холодноватый. Вот. В отношении мужчины. То есть он видит вас такой холодной. Ну, поэтому и хочется ему проявления страсти с вашей стороны, собственно. Интеллектуальное притяжение. А вот интеллектуальное притяжение, да, очень сильное. Даже, я бы сказала, кармическое. Кармическая связь здесь. Еще один момент, девочки, который я здесь вижу. Для некоторых вполне возможно, что мужчина женат. Очень ярко я здесь вижу. Но при этом ревнует вас, что самое интересное. Ну, смотрите. Видимо, все-таки вы холодноватый, почему-то вот у него сексуального притяжения нет, а больше интеллектуальное именно притяжение к вам. То есть ему очень нравится с вами находиться, разговаривать, общаться. Ему нравится, что вы его поддерживаете, помогаете, может быть, даже в чем-то. Вот. Ну, интересно, вот именно сексуального притяжения, получается, нет. То есть не хватает ему вашей чувственности. У него бы чувства, понимаете, вот кубковые короли, да, они, конечно, чувственные очень, но у них чувства повышаются. То есть если вы к нему испытываете чувства, да, показываете страсть, желание, вот, ну, я сейчас говорю о сексуальном притяжении, то, естественно, и у него повышается чувственность. А сейчас я вижу, что ему абсолютно не хватает ваших чувств. И здесь независимо от формата отношений, да, загадали ли вы мужчину, который вам нравится, или с которым ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, или с которым вы в паре или в браке, в любом случае он увидит вашу холодность. И чувствует себя неуверенно, и чувствует себя как-то вот ненужным. Прочность чувств мужчины. Давайте посмотрим. Ну, по восьмерке кубков, с одной стороны, чувства мужчины достаточно прочные, а с другой стороны, хочется ему куда-то посмотреть в другую сторону, потому что вы слишком холодны. Вот, понимаете, девочки, нельзя перегибать палку ни в одну, ни в другую сторону. И слишком холодной быть нельзя, да. И прям постоянно чувства испытывать, растворяться в мужчине тоже нельзя. То есть должна быть какая-то грань, то есть вы и чувства должны проявлять, и подчеркивать, что он для вас герой, любимый, желанный, золотой, дорогой, любимый. Вот, но при этом должны держать и где-то дистанцию, то есть чтобы он постоянно, каждый раз, каждый день у вас снова и снова добивался. Но при этом и чувства проявлять, и комплименты делать, естественно. А когда вы прям совсем холодны, хотя, не знаю, может быть, просто мужчина вам действительно не нужен, поэтому вы просто загадали для того, чтобы посмотреть, какие у него чувства. Есть у него чувства, естественно, но основное чувство, то есть какие истинные чувства он к вам испытывает? Ревность и всё. И ожидание от вас. Грустить, что вы не проявляете, да, то есть переживать, что вы не проявляете к нему, чувствовать себя ненужным. Вот и всё. И в такой позиции он действительно пойдёт куда-нибудь искать другую женщину. Сила чувств мужчины. Ну, по шестёрке мечей чувства как бы достаточно сильные. Но всё-таки основное, самое сильное чувство – это ревность, как я уже сказала, да. И что я тут вижу ещё, девочки? Вижу вынужденное расставание и какую-то поездку. Вот. И из-за этого, скорее всего, он тоже переживает. Либо вот переживает из-за того, что у вас роман на расстоянии, да. Либо из-за того, что 40 конфликт, расставание, разрыв, развод, что вы сейчас на расстоянии. Но, тем не менее, планирует примирение, то есть планирует сделать шаги в вашу сторону. И ещё из истинных чувств – интеллектуально, да. Вы его вот здесь, хочу сказать, вы его очень сильно привязываете к себе именно интеллектуально. Хотя мужчина чувственный, да, это вообще как бы не в его характере, да, привязываться именно на чувственность. Но вот ему именно нравится, что вы такая умная, может быть, при должности, может быть, просто жизненный опыт у вас большой. Поэтому вы ему, скажем, советуете или помогаете чем-то. Я, правда, не вижу, что вы в должности выше, чем он. Но это не всегда как бы обязательно. Тем не менее, всё равно он к вам прислушивается. Он доверяет вашему мнению. Скорее всего, спрашивает совета или поддержки. Вот в этом смысле. То есть именно вот как друзья, а здесь у вас всё замечательно. Но вот чувственности с вашей стороны очень и очень мало мужчинам. Вот не хватает ему этой чувственности. Может быть, её просто-просто нет, да. Может быть, у вас вообще какие-то… Ну, бывает так, что люди, скажем, если вы в браке с этим мужчиной, которого загадали, то с годами, бывает, люди уже начинают жить просто как друзья, как соседи, да. Так иногда бывает. Может быть, поэтому нет чувственности в отношениях. Но тем не менее, смотрите, нужно устроить эту чувственность, значит. Нужно, тем более сейчас, честно говоря, ну вот и курсы есть, обучающие, идеями по сексуальности, да, именно по развитию сексуальности. Для того, чтобы вы в себе сами могли раскрыть вот эту чувственность. Конечно, если вам мужчина не нравится, а вот здесь так и чувствует себя, да, что он вам не нужен, то, естественно, вы делать вряд ли что-то будете. Но если мужчина все-таки вам нужен, значит, нужно поработать над вам, именно вам, именно над раскрытием своей чувственности, женственности, сексуальности. Для того, чтобы отношения с вашим, вот с этим мужчиной, которого вы загадали, чтобы они были полноценными. И, естественно, это принесет радость вам обоим. Потому что тогда отношения стали более гармоничными, более счастливыми. Потому что, ну, чувства, особенно когда вот эти яркие вспышки чувственности, да, в отношениях происходят, конечно, они добавляют и счастье, и радость в ваши отношения. И вам обоим от этого будет лучше. Естественно, я имею в виду тех, в первую очередь, кто в паре или в браке. Ну, и для всех остальных, как можно без чувств начинать отношения или даже идти на примирение, да, вот, понятно, что, может быть, вы и обижены, и злитесь, естественно. Но, если все-таки мужчина вам нужен, значит, нужно работать над своей чувственностью, женственностью и сексуальностью, именно на раскрытие. Ну, вот, как-то так, в общем-то. Так что, у мужчины чувства есть. Основное чувство – это ревность и интеллектуальное притяжение больше всего. Так что, задумайтесь. Мужчина, вообще, я же говорю, очень чувственный. Если вот вы немножечко проявите чувства в отношении него, он вам отдаст взамен в 10 раз больше этих самых чувств. Потому что он от природы чувственный. Да, он несколько мягкий, может быть, даже несколько инфантильный, да, не способен на какие-то решительные шаги. Но зато он очень чувственный, очень чувственный, очень нежный. И вот это проявление чувственности с его стороны однозначно зависит только от вас, от вашего поведения, от того, как вы себя проявляете в отношении этого мужчины. Ну, и теперь, девочки, переходим, как всегда, к арте исполнения желаний. Загадывайте желания, девочки. Желания загадывайте правильно. Внизу под этим видео в описании, в моем первом комментарии, на заставке к данному ролику. О, простите, девочки, это мои контакты. Внизу в описании и в моем первом комментарии есть ссылочка на мою группу ВКонтакте «Зеркало судьбы». Там размещены как раз правила загадывания желаний и еще комплименты мужчинам. И вот пока еще не разместила я там вирусные сообщения и никак не закончу их. Итак, счастливая карта для всех, кто подписался или уже подписан на мой канал и поставили лайк под этим видео. Старший Аркан «Звезда», девочки, говорит о том, что все ваши желания исполнятся самым наилучшим для вас образом. Это Старший Аркан, тем более звезда, который как раз таки об этом и говорит, что все ваши желания, мечты, цели, все исполнятся самым наилучшим образом для вас и всей Вселенной. На этом, дорогие мои девочки, желаю вам счастья, радости, удачи. Всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok